Ребята, новый день. Мы с вами вчера закончили на том, что я погладила ту штору, все мы повесили. В итоге после этого я еще Вивьену искупала, потому что подумала, ладно, что откладывать на завтра, то, что можно сделать сегодня. Сейчас мы с мамой едем отвозить шторы Лера Мерлен. И ей тоже там что-то надо, и она увидела мое сообщение в Телеграм, где я в шоке с того, что с шторами с этими. Вот, и предложила мне вместе съездить. Оказалось, моя мама тоже в курсе того, что можно это все сдать. И после 14 дней. Вот. Так жарко. Сколько градусов? Я вообще не легкий. Видишь, я теперь все надела платья. Я тоже могу теперь платья надевать. Я активно худею. Да, мне так это нравится, конечно. Когда я поправляюсь, я взвесилась, я уже 10 килограмм набрала. Это нормально абсолютно для твоего срока. Почему это? Не знаю, выглядишь ты прекрасно. Я тоже так подумала. Я подумала, какая разница, сколько в тебе килограмм, если выглядишь ты прекрасно. Ой, Юль, ну для твоего срока у тебя сейчас уже какой? 6 месяцев, да? Сейчас уже конец 6-го получается. Вот. Набрать 10 килограмм, да я тебя умоляю. Ты думаешь? Я просто как-то представлю, что впереди еще 3 месяца, в которых я наберу еще килограмм 6, может. Ну, это не факт. Это не факт. Да, не факт. Мне сказали, что, мол, типа, может быть, сначала я много наберу, а потом, типа, не буду много набирать. Ну, все это ничего не это самое. Слушай, ну я тоже сначала всегда набирала, а потом уже очень медленно набирала. Так вот, у меня нет такого, что очень медленно. Я за этот месяц, я не знаю, сколько прибавила. Он у меня прям вообще самый активный, прям в рост пошел. Хотя я ничего такого реально не ем, как мне кажется. Но жидкости, мне кажется, во мне просто дохренища. Жидкость, да, я тебе говорю. Она не выходит, не хочет она. Тебе нужна беговую дорожку, в смысле, вот я ходила. Да не нужна мне никакую беговую дорожку. Я думаю, что, наоборот, у меня от этого отеки, от того, что я активничаю, потому что непонятно. Вот я даже в телеграмм спрашивала, какого хрена. У некоторых, наоборот, если лежат весь день отеки, ну, как мне казалось, что нужно, наоборот, двигаться, чтобы не отекать. Но часто бывает и наоборот, когда ты очень активно двигаешься, что-то делаешь, ты отекаешь. Я постоянно в движении, я вообще не лежу, но при этом какого-то хрена я отекаю. Ну, это не страшно, это вода. Потом родишь, и она из тебя тоже вся выйдет. Да, это понятно. Интересно, сколько сразу я оставлю в роддоме? Килограмм. Килограмм 8-9 осталось. Было бы хорошо. Какая чудная погодка. Погода, кстати, апрельская вообще. Да, так что надеюсь, что наш гендер-пати обвенчается успехом. Да, обвенчается успехом. Что мы ждем плохую погоду, типа, точнее, мы надеемся на хорошую погоду, но организаторы говорят, типа, ой, они же сначала предложили вообще, давайте сделаем гендер-пати в конце мая, в начале июня. Да, в конце сразу в роддоме. Можно уже, да, реально в роддоме уже родители там узнают, ну, типа, что за фигня. А у меня вот это вот чувство, что надо все сделать заранее, и как так, ну, и что такое вообще. Вот, а в итоге сейчас такая погода, что, блин, да хоть сейчас иди делай гендер-пати, вообще в платье прям выходи. Ну, блин, погода, конечно, может измениться. Но на даче вообще все растаяло. Практически все. Я обалдела. За 4 дня, что мы там были, у нас на глазах просто растаяло все. Сейчас опять все подтопит, затопит. Кошмар. В прошлом году позже все это было. Это было в апреле, а сейчас уже в марте. Но в этом году, видишь, как все быстро растаяло? Ну, и дай бог, пусть так и будет. Классно, да, мне тоже нравится. Мне же так надоело эта зима, и вообще это серая погода, хочется солнышка. Да, ну скажи, как здорово, вот я в нескольких своих видео говорила о том, что если бы мы жили не в России, а в какой-нибудь супертеплой стране, где всегда только тепло, то мы бы не ценили вот эти теплые моменты. Потому что зима реально так заколюбывает, так надоедает, что хочется скорее уже теплой погодки, тепла, и когда начинается уже тепло, то сразу постоянно улыбка. Хотя витамин D, конечно, было бы здорово. Ну, ты знаешь, я, например, люблю зиму, но когда она такая вот мягко-снежная, вот обожаю, да, зимой, когда там на горке покататься. Да, в зиме свои приколы, то на лыжах, ну, прикольно. Когда нет вот этой пульги, или морозы, или вот этих качель, как были этой зимой, то тепло, то холодно, то все раздаяло, то навалилось снега. Ну, в общем, качели были ужасные этой зимой. Вот, поэтому, когда вот зима такая классная, мягкая, это радует. И все равно ждешь лето, и весну. Кстати, весна – мое самое любимое время года. Да, реально? Обожаю весну, я не знаю, вот этот вот, когда все начинает пробуждаться, когда начинают петь птички, потом еще яблони зацветут. Ну, боже, не знаю, это мое самое любимое время года. Я больше всего люблю весну. А я вообще не очень люблю весну, потому что обычно у меня цветение, ну, точнее, не у меня, а цветение у весны, и у мира, там, не знаю, у меня аллергия. Но, представляете, что, ребята, походу реально беременность работает. Мне писали девчонки то, что у них беременность, не было аллергии на весеннее цветение, и у меня сейчас нет аллергии. Тьфу-тьфу-тьфу. Ну, она бы уже началась на самом деле, потому что такая погода уже точно что-то распускается. Я увидела, у нас даже там на траве, которую мы сеяли на даче, какие-то росточки чего-то, походу мы что-то недовыкорчевывали. У нас там, короче, цветы какие-то пошли. Красота. Как раз посмотрим попозже, что там у нас выросло. Так что сейчас пойдем поменяем, не знаю, посмотрим, поменяется ли. И как быстро, как легко нам все это поменять. Сейчас еще скажут, нам нужно провести экспертизу. Что мне кто-то написал, что могут затребовать экспертизу. Что там экспертировать? Все же так видно. Ребята, как часто у вас было такое, что хочется купить все и сразу, но нет возможности, не хватает какой-то отсрочки платежа или просто оплаты частями. Теперь такую возможность дает сервис с долями и приобрести можно все, что хочется. А заплатить сначала часть стоимости. Долями это способ оплаты покупок частями в онлайн или офлайн магазинах. Без комиссии, кредитного договора, проверки кредитной истории и переплат. Как итог, вы получаете товар, а остальное платите потом. Сервис абсолютно бесплатный. В долями вы найдете более тысячи магазинов-партнеров и этот список постоянно пополняется. Например, я часто закупаю в золотом яблоке и делаю довольно-таки большие там покупки. От шампуней до косметики. И в золотом яблоке тоже есть возможность оплаты долями. Это, кстати, один из моих любимых магазинов и очень круто, что он партнер. Помимо него есть множество магазинов одежды, обуви, товаров для дома. Я оставлю ссылку на весь список, чтобы вы там нашли свои любимые магазины. Вы даже можете долями оплатить авиабилеты S7 или обучение на курсах, которые вам интересны. Работает это очень просто. Сформируете корзину в любимом магазине. Выберите способ оплаты долями. Введите номер телефона и оплатите первую часть. И, кстати, оплачивать можно картами любых банков. Оставшиеся три доли спишутся автоматически с шагом в две недели. Так что переходите по ссылке, узнавайте все подробности и наслаждайтесь выгодными покупками. Короче, ребят, вы сейчас просто охренеете. Урок вам на всю жизнь. Я его только сейчас. Только сегодня я этот урок усвоила. Короче, я вчера повесила одну штору. Ну, вы помните, потому что мне не терпелось, как обычно. У меня же в одном месте не держится. Мне не терпелось скорее посмотреть, как же это все чудесно и классно выглядит. И что вы думаете? Мы сейчас пришли в Люра, нам без проблем поменяли шторы с браком. Вообще просто за секунду сервис. Убышка, ребята, молодцы, работайте дальше. Короче, я охренела. Приносят, значит, шторы с одним и тем же каким-то кодом, QR-кодом. Не знаю, как правильно называется. Но они одинаковые. Но одна более коричневая, другая более серая. Более серая подходит к нашим шторам. Но прикол в том, что они из другой партии, и они все равно отличаются. То есть серые... На тон, на тон разница. Чуть. То есть они как будто более темные, чем то, что у нас дома. И я охренела. Мы сейчас сравнивали с теми шторами, которые вот мы принесли бракованный оттенок. Те, на которые нам заменили, отличаются. Просто я в шоке, я просто в шоке. Я просто никак не ожидала, что будет отличаться. То есть это те же самые, та же модель. Но просто мы брали шторы в ноябре, а нам сейчас дали какую-то февральскую партию. И они отличаются, прикиньте, на какой-то там тон. Я охренела. Просто я была уверена, знаете, это как, ну не знаю, как липтон закончился в магазине. Завезли новый липтон. Точно такой же просто довезли. Я думала, что так же со шторами. Но нет, представляете, они прям отличаются. То есть партии отличаются. И я никак не думала, что это может быть связано с шторами. Вот такой прикол. Поэтому если вдруг что-то вам не понравилось, никогда не спешите вешать штору. Лучше сдать две и прийти взять две новые одинаковые, чем то, что сделала я. Это было глупо. Но без ошибок мы не усваиваем уроки. В ТЦ-шке, куда мы приезжаем частенько, ну, Леруа, Аршан, вот сюда. Есть прям около выхода, типа кафешка, ну, такая, знаете, приставная. Я думаю, что это, конечно, вообще не полезно, но прям очень. Но там такие хот-доги вкусные. Ничем особо не отличаются от обычных. Просто мне нравится сочетание хлебушка, сосиски и кетчупа. И мы со Славой всегда, когда в этом торговом центре, перед тем, как уйти, здесь садимся и кушаем по хот-догу. А раньше, тут еще Баскель Робин стоит мороженое, и раньше, когда мы с дедушкой в этом торговом центре гуляли, мы всегда садились, и он говорит, ну что, по мороженому? И мы с ним кушали мороженое. Дедушка у меня всегда ванильное мороженое любил брать. Вот, и мы с дедушкой сидели и кушали ванильное мороженое, а со Славой мы теперь по хот-догам, короче, кушаем и едем. Ну, мы же тут нагуляемся, находимся, особенно я сейчас беременна, пожрать-то люблю. но я стараюсь, конечно, особо не переусердствовать, но бывает. Так вот, и в чем угар? Тут есть разные хот-доги с разными всякими вкусами, начинками и так далее, с огурцами, не с огурцами, а я люблю прям обычный. Я сейчас заказывала хот-дог и просила просто вот, типа, хлеб, сосиска свиная и кетчуп. Все. Я прям говорю, без ничего, просто кетчуп, все, без огурцов, все, без других соусов. Что вы думаете, мне дают хот-дог совсем? Я говорю, блин, ну я же попросила, ну мне все изменили, все нормально, просто это уже второй раз. Такая вот история. А я уже съела свой хот-дог. Такое чудо, так что и поехали дальше по делам. Так, ребят, рассказываю, что я делала. Я болтала с бабушкой и погладила постельное белье, которое сегодня будем с вами менять. Ну, либо я одна буду менять. Короче, пока я болтала с бабушкой, гладила постельное белье, я подумала. Просто слов нет. Что-то опять меня все начинают бесить и раздражать какой-то хероборой. Я заказала из ресторана Джон Джоли кучу всего. Четыре порции борща. Ну, нам нравится у них борщ вкусный, с мясом. Одну порцию салата, хачапури по-мигрельски. Тоже мы любим. Вкусненько, конечно, это все калории, но ни одной же мне это все есть. Так вот, это не самое главное. Главное то, что еще я заказала две порции свиного шашлыка и две разные картошки. Одна белье картофель какой-то, другой жареный. Заказала потому, что не хотелось тратить время на готовку и вообще всей этой фигней страдать. Что вы думаете? Все привезли, кроме шашлыка. То есть, получается, мне вот эта картошка нахер вообще не всралась без шашлыка. Ну, типа, что мне с ней делать с этой картошкой? Жрать просто картошку, но, типа, это я не знаю, как есть что без чего. Вот что вы не представляете, что вот это есть без этого, вот вам рассказываю. Типа, не знаю, я, конечно, понимаю, что так же можно сказать, типа, не, ну, можно спокойно гречку поесть без всего? Ну, конечно, ну, просто мне зачем есть просто гарнир, когда я хотела нормальный полноценный ужин? Короче, я бы ломалась, охерела, понятное дело, сразу всем звонить, перезвонить. Курьер вынес мой мозг, пытался, я ничего не хочу сказать. Один раз у нас со Славой даже, как это сказать, ссаными тапками закидали и токлыми помидорами за то, что мы с ним поржали во время реакции, когда курьер привез еду и пытался долго найти, собственно говоря, наш там подъезд, квартиру, этаж, всего. И он объяснял на каком-то неизвестном нам языке, непонятном. Все было неясно, непонятно, и все это было записано на громкую связь, мы, типа, с этого похимикали в духе. Ну, как? Без прямого изгостика какой-то, ну, просто как бы, типа, что на нафиг? Ничего не понятно. И мы ему, грубо говоря, ничего не отвечали, все норм. Короче, тут еще один курьер, значит, пытался мне на каком-то непонятном языке что-то объяснить, что это, видимо, не он сожрал этот шашлык. Что же ему с этим шашлыком-то делать? Куда же что-то там делось? Что-то там не хватает. Он мне пытался объяснить, я говорю, и что? Ну, типа, я просто пытаюсь понять, что ты хочешь до меня донести. Он мне не мог нормально объяснить. Там что-то мне, короче, сказали, что-то я не понял. В общем, что-то недополучилось, недопонятие какое-то. Короче, вынес мой мозг. Я, понятное дело, ни хера не могла нормально понять, что он имеет в виду. Все, в общем, собственно говоря, дело. Потом я говорю, то есть, туда что-то не доложили, да? Он говорит, ну да, но это не моя вина, короче. Так что, я говорю, ну понятно, а что делать-то? Ну, типа, вот он мне принес, что дальше? Он просто стоит мне, что-то долго объясняет. Ну, типа, окей, он как бы хотел показать то, что это не он сожрал шашлык, например, что дело не в нем. Но он же это тоже знает. И он мне начал сказать, а теперь от него заразился. Начал мне сказать, что ему позвонили из ресторана, из Джон Джоли, когда он уже подъезжал к нашему дому и сказал, типа, слышь, а ты далеко уже уехал? Мы тут шашлык забыли положить. Я в бахере, просто в бахере. И моя моська тоже в бахере, она хотела шашлыка. И я ему говорю, типа, ну понятно, я все поняла, что не вы, если что, забрали какое-то там блюдо, которое не доложили. Я это поняла, просто, типа, что дальше-то? Он стоит просто, знаете, вот так вот прям с намеком на то, что не отпускает меня прям. Я говорю, вы же мне сейчас не дадите дополнительный борщ, например. Ну, типа, я поняла, типа, он говорит, нет, ну вы посмотрите, разберитесь там. Я говорю, окей. А я стою на весу, типа, что я, как должна это забраться? Мне нужно открыть, посмотреть. Ну, короче, полнейшая фигня. Я расстроена. Борщ почему так привезли? Всегда в фольге привозят. Как будто бы половину уже выпили. Что прям вообще мне сегодня не понравился этот сервис. Окей, в плане борща, ладно, это мы еще посмотрим, когда есть будем. Там, как будто даже мяса нет. Если там еще мяса нет, нет, вроде что-то полтыкается. Короче, я в шоке. Обычно, обычно больше заворачивают в фольгу. Они решили, видно, что они вообще не заворачиваются. Какую-то ледошку зато положили, которая, не знаю, как-то не нужна. Но это ладно. Борщу там, не знаю, еще что-то. Лучше бы шашлык положили. Я в шоке. В итоге, что мне, бляха, муха делать? Котлеты размораживаю? Потому что, что, делать-то больше нечего. Я обычно гарниры не люблю заказывать в ресторане, потому что, как правило, они все вялые такие. Понятно, что лучше в ресторане такие вещи есть. Сразу горяченькие, с хорошенькими. На доставку не всегда все из ресторана вкусное прибудет. На самом деле. Ну, как сказать, понятно, но уже не только горячее. Уже там из-за влаги становится таким мокрым. Короче, вот это я прям терпеть не могу. Но я расстроена, потому что у меня просто сегодня в планах поесть вот эти огурцы. Я вам уже расхваливала эти огурцы. Это просто офигенные огурцы. И здесь лук, огурцы. Понятно, консервирует как-то бабушка. Что еще он туда кладет? Не знаю, где-то охрененно. Что-то она еще туда кладет. Щепотку чего-то и капельку довода. И получается просто офигенные. Я эти огурцы сам по детству люблю. И просто ей по надполь. А хачапурьки очень классно. Утром вот так устал. Хачапурьку себе в рот положил горячий. И хорошо. Я не хочу быть зимой. Бывает, мы заказываем. Привозят просто мак. Все как ячей. Классно. То есть, как будто бы настроение у ресторана, и у ковара, и у курьера. Все сложилось. А бывает, что все пожопим. Ресторан, вот как сегодня, шажки не положили. Все приехало холодно. А почему-то больше не завернули в фольгу, чтобы сохранялось плод. Это вообще холодно. Ну как, средний, теплый, можно так сказать. Ну как-то не знаю. Ну вообще. Неприятненько. И самое тупое, в этой ситуации, когда что-то не кладут, типа как вот шашлык нам не положили, что получается я гарнир-то заказала, ну что мне с ним делать. И я получается оператору по телефону говорю, ну да, это все понятно, я уже вижу, что мне там скидки какие-то, ну типа 10% начислили. Как будто бы это перекроет мою грусть от того, что я, блин, должна есть холодную картошку без шашлыка, на который я рассчитывала. Может, у меня тут праздник, может, у меня день рождения какой-то, не знаю. Я понимаю, что человеческий фактор. Конечно, когда происходит такая ситуация, в которой я могу повыпедриваться, я должен могу повыпедриваться. Хотя на самом деле я все прекрасно понимаю, и в жизни всякое бывает. Ну, блин, просто обидно. Потому что я уже, знаете, была настроена на поесть. Видите, как жизнь сложилась. Я, может, сама не хочу каждый день котлет сжать, но так выходит, что просто мне не оставляют выбора. Так что ничего, сейчас, значит, будем кушать мы по-клете. С этой картошкой. Это тоже неплохо, но, нет, понятно, мне деньги уже вернули. То есть, как бы, претензий в этом плане, конечно, нет. Это делается очень быстро. Это неприятный осадок. Когда я размораживаю котлеты, я уже, по-моему, об этом говорила, но я всегда их повторно обваливаю в панировочных сухарях. Кто-то вообще не пользуется, не использует сухари панировочные в котлетке. И, как бы, это норм, это просто другие котлетки, вот, ну, мы вот такие любим. Что сильно много не надо, просто чтобы, скажем так, чтобы корочка была похрустящая, если что. Сейчас посмотрим, сколько там нам еще размораживаться. Но вообще, обычно, не сильно долго. Я их вот так вот один раз поразмораживаю, потом переверну другой стороной. Потому что той, которая внизу лежит, они больше размороженными. И потом еще раз ставлю, и так уже точно будет. Итак, мы поели. И у меня тут такое, девки, закачайтесь. Короче, я хотела просто поменять постельное белье, которое я погладила. И решила поднять кровать, потому что мне нужно было туда что-то убрать. По-моему, тазики, которые у нас где-то на балконе стоят. По-моему, здесь. Да, вон там синий тазик. Главное, короче. Они у нас лежали под кроватью, потому что мы ими обычно не пользуемся. Но ими пользовались, когда клеили обои. Короче. Я открываю. Здесь все в пыли, в говне. Как это бывает под кроватью? Я начинаю вот эти коробки раскрывать. Думаю так, хочу от этого всего избавиться. И понимаю, что здесь везде куча всякой старинной обуви. Вот это. Хорошие ботинки, конечно, хорошие. Где такой кожи сейчас купишь? Ну, блин, я их не ношу уже лет сто. Вот это. Это вообще новые кроссовки. Я не знаю, зачем я их взяла. Они мне уже не нравятся. Мне нравятся черные, с золотом. Видите, у них даже этот... Не знаю. Какие-то они детские. Мне кажется, они мне будут натирать. Вообще новые надо кому-то, не знаю, продать, подарить. Короче. Вот это. Хорошие, да, ботинки. Но, пожалуй, уберу. Все равно сейчас уже сезон закончится. Тут коробка с игрушками Вивьены, в которые она не играет. Ну, может, она в них не играет, потому что они там. Тут у меня тоже куча обуви, которые я не ношу. Единственное, что вот эти сапоги классные. Но я их сейчас уже тоже носить-то не буду. А, нет, это другие. Это не те классные, про которые я подумала. И, как обычно, с дачи все это проще. Потом кому-то отдавать, развозить. Не знаю, сортировать. Ну, вот так вот у меня. Да, может быть, это сложно, глупо. Но мне так проще. Мне всегда все нужно увозить из квартиры на дачу. И не забывайте то, что я вам рассказывала в каком-то из влогов. Что мы все равно отсюда когда-то съедем. И все это придется куда-то везти, развозить, планировать. А я не хочу это. Реально, принципиально, я не хочу хлам, который мне не нужен, который я не ношу, везти в новую квартиру. Не хочу. Хочу сделать все с умом. Короче, все, что я хочу увезти на дачу в течение сколько-то дней, сколько мы находимся в Москве. Да, меня это будет, наверное, бесить. У меня будут постоянные порывы ночью рвануть на дачу. Хотя бы просто там все это оставить без ночевки, потому что опять завтра куча дел. Вернуться в Москву, ну, просто увезти весь этот хлам. Да, такие порывы у меня будут. И, вероятно, я в какой-то момент, скажем так, сорвусь. Потому что у меня уже было желание все это дело сейчас погрузить в машину и рвануть на дачу. Но завтра утром нужно пойти распечатать документы, подписать, переедет кульер. Ну, короче, дел полно. Смотри, у меня нога как будто оттекла. Нехорошее дело. Но я не могу остановиться работать и что-то делать. Короче, я выбрала угол. Я шторами так и не успела заняться. Я успела только погладить белье и кучу других делать. Вот в этот угол я буду складировать весь хлам. Вот. Ну, как хлам, то, что я хочу увезти на дачу. Вот эти все одежды, пиджаки, я тоже хочу все это увезти на дачу. Там я это все разгребу, разберу, разберусь. И, собственно говоря, буду сюда ставить то, что хотим увезти на дачу. Почему сюда? Потому что... Потому что завтра к нам сюда приедут замерять для шкафа будущего. И в любом случае нехорошо здесь заставлять все это, во-первых. А во-вторых, если это будет стоять как-то здесь, я, может быть, смогу как-то проще это переживать. Скажем так, может быть, чуть-чуть не обращать внимания. Хотя это будет прям полностью отражаться в моем зеркале, куда я крашусь. Но я буду держаться изо всех сил, потому что я в этом плане псих немножко. Мне нужно будет скорее это все увезти, чтобы я этого не видела. Ну, в общем, да. Голову надо тоже включать и не все делать вот так вот, как хочется, а делать так, как все-таки будет логичнее, удобнее. И жопу тоже не рвать на британский флаг. Поэтому сейчас я сюда просто перенесу все, что я уже считаю поедет на дачу. Тут ковры отдавала в химчистку. Еще у нас был другой комплект, черные ковры. Я вам как-то в каком-то влоге их показывала. Я их отдала сегодня маме, потому что нам два комплекта не надо. Я так и планировала, что как бы черный куда-то деть, потому что там такой ворс, короче, высокий и очень неудобно для дома. И вообще, в принципе, неудобно, короче, высокий ворс. Не постираешь нормально, не пропылесосишь, херня полная. Тут, конечно, жесть. Все в таком мусоре, в хаосе. Как я люблю прям вот этот весь хаос превращать в конфетку. Я уже, знаете, думаю о нашем будущем переезде в новую квартиру, в которой мы еще не начали ремонт. Кстати, мне нужно снять для вас видео, где я показываю дизайн проекта, потому что многое я уже показала, но все равно я считаю, что нужно все рассказывать, показывать, план показывать, объяснять, почему так, почему сяк. И я все-таки еще не все показала, специально храню некоторые интриги. Короче, я как будто бы уже, знаете, хочу освободить эту квартиру, чтобы когда мы переезжали в новую, чтобы было меньше всего того, что нужно увезти. Короче, такая продуманка. И еще я бы не хотела везти контейнеры на дачу. И, наверное, я поступлю очень стремным способом. У нас есть огромные мусорные мешки. И, скорее всего, да, пока, может быть, вещи здесь будут стоять в контейнерах, не знаю, еще что-то. Потому что если я здесь поставлю огромные черные мусорные мешки, то я точно психаную, прямо сейчас поеду, все это повезу на дачу. Вот, и, понятное дело, моему мужу придется тоже все это делать. А ему это, мне кажется, нафиг сейчас неохота. Да и мне тоже. И это невозможно. Просто физически было бы сумасшествие выполняющим. Нужно мне заполнить контейнеры с так называемой одеждой, которую тоже надо увезти на дачу. Потому что какая-то уже просто, ну, по сезону все. Какая-то, в которую я не влезу, ну, точно. Не сейчас, не через, там, я не знаю, полгода она мне не пригодится. И не потому, что я там через полгода, то есть через 3,5 месяца я рожу. Гипотетически после родов через месяц я, может, уже буду в классной форме. Не знаю, может, нет, может, да. И, ну, как сказать классный, просто, скажем так, живот, все вот это, сматки сократятся как надо, все будет супер. Надеюсь. Ну, в общем, в любом случае, там будет лето, жара и другая одежда, все другое, мы уже будем на даче, и там уже можно будет разбираться хоть все лето. Боюсь, тут будет огромная гора, и этим углом все не закончится. На этом углу. Боюсь, тут будет огромная гора. Так, тут у меня есть платья, которые я отвозить на дачу не буду. Я их буду носить. Я их специально, кстати, купила, чтобы, ну, я могла беременная в них влезть. Такое прикольное платье. У меня в нем была фотосессия. Я, правда, скомканно лежала, потому что, ну, сейчас как бы зима была, и куда я его одену, но я это все приведу в порядок. Я освобожу один рейл, и, может, его здесь даже поставлю, и у меня будет какая-то одежда, ну, типа, одежда для беременных, которую я могу сейчас носить. Вот это тоже отличный, я считаю, вариант сейчас. Хотя я не знаю, как это, с чем это классно можно сочетать, я не умею. Что поднисть надо? Ничего. Ну, просто классная штука, потому что она оверсайз, и как раз на меня налезет. Я ее так нормально, я не успела поносить, она офигенная. Мне еще летом ее прислали, просто я не знаю, как это носить классно. Надо написать кому-нибудь. У меня есть девочки-стилисты? Кто могут подсказать? Или наизнанку? Или нет? Хотя, мне кажется, так полнит такая штука, и без того полную меня. Не знаю, может, на водолазку какую-нибудь. Напишите в комментариях, кто у меня стилисты. У меня есть вот такой контейнер с классными платьями, которые я могу носить сейчас. Так. Сейчас я тоже достану то, что мне надо. Получается. У меня здесь вот такое платье. Сода-мода. Я его, не знаю, по-моему, я примеряла его уже вам в видео. У меня был беременный гардероб, что-то такое. Короче, оно классно мне на беременность. Блин, прикольное оно, конечно. Я, знаете, думаю, на гендер-пати. Кстати, 30-го числа мы поедем смотреть площадку. С организаторами, с декораторами и ведущей, по-моему, должен быть. Вот что-нибудь такое белое я хочу или бежевое. Не знаю. Хочу красивое платье какое-нибудь белое, бежевое. Не знаю. Ну, нейтральное, типа не розовое, а синее. Короче, это прикол. Недавно мне прислали четыре пары тапочек из натуральной овцы, из шерсти. И они очень классные, уютные, теплые, мягкие. Ну, короче, бомба. Но от них пахнет овцой. Ну, прям пахнет овцой. Они у меня лежали в шкафу вот в таком виде. И я сейчас принюхалась этот трэш. Ну, они, конечно, прикольные. Прям чудо чудесное. Я просто, пока у меня руки не дошли все это разобрать, разложить, убрать лишнее, подарить, может быть, какие-то пары. Не знаю. Такое классное платье, в которое я уже, наверное, не влезу. Чудно. Ее можно было бы оставить, но я знаю, как я буду в ней выглядеть. Но я не хочу ее на дачу как будто увозить. Потому что все-таки я скоро рожу, вдруг пригодится белая такая рубашка. Ну, в смысле, я уже не всегда буду с огромным животом. Не до переезда в новую квартиру. Вот это я тоже увезу на дачу. Сейчас мне это не очень. Хотя надо не вверх мерить, а штаны. Блин, нет, туго. Пробовать даже не буду. Даже пробовать не буду. Ну-ка, а вот эти штанцы? Я, по-моему, М-ку заказывала. Ну, тут есть еще шанс. Но все равно скоро будет без шансов. Ну, нет, пока нормально. Еще можно оставить. Ну, не знаю, есть и смысл. Я не думаю, что я успею походить в этом до такой вот прям легкой погоды. Но штанцы классные. Но все равно оставлю. После родов можно будет в них ходить. Так. Это оставляем, это оставляем. В эти я уже не увезу. Эти яркие, классные нарядики. Увезу на дачу. Хотя я знаю, что вы в шоке, наверное, с этого. Смотри, мне проще будет там отсортировать потом и вернуть то, что мне надо. Знаю, это звучит глупо на самом деле, но вот так мне проще. И там я смогу понять, что мне надо, что не надо, что отдать, что подарить, что продать, может, не знаю. Конечно, я не смогу все разобрать. У меня тут есть еще такие полупустые контейнеры. Я сейчас отсюда тоже все это уберу. Ну, короче, распределяю. Все я, конечно, сегодня делать не буду и не смогу. У меня там еще вещи какие-то тоже, которые надо распределять и так далее, и так далее. Вот, тут тоже все разбирать. Тоже есть вещи, которые мне уже не подходят. Хотя есть вот такое платье, которое мне подходит. вот, шкаф утра полный. Короче, опять не хватает места, поэтому не терпится уже скорее, что приехал замерщик, завтра все это замерил и скажу, как можно быстрее сделать у меня шкаф. Я с ума схожу. Мне кажется, я его забью за секунду, просто у меня все равно будет мало места. Всегда так. Но ничего, если потихоньку все вывозить, вывозить, избавляться от ненужного и хлама, у меня там на балконе столько одежды, я уверена, вообще, которая нафиг мне не идет, уже не нравится, не вкатывает, не вштыривает, ну, короче. Хотя есть охеренные вещи, поэтому нужно разобраться и отсортировать тоже многое. Многие костюмы спортивные может быть даже тоже увезти на дачу, потому что я в них уже сейчас не влезаю, плюс потом будет лето и что мне с ними делать, как бы, непонятно. Вот, и куда их столько. Ну, короче, реально, все равно, даже потом в новую квартиру будет проще что-то привозить с дачи. Там все это будет проще грубо говоря, отстирать. Хотя это неправильно, здесь дешевле было бы это все отстирать, погладить и так далее. Электричество все-таки жрет, но, блин, реально, там как будто это проще сделать. Почему-то, не знаю, почему в Москве всегда как будто куча других забот и дел. Вот, реально, каждый раз. Хотя в доме тоже никогда вообще не соскучишься. Я не знаю, как можно жить без дел. типа, я не понимаю, как можно, грубо говоря, целыми днями лежать, смотри, сел. У меня такое тоже, конечно, бывает, но это я не знаю, что должно произойти, чтобы вот так вот просто мы лежали, ничего не делали. Тихо, чем заняться? У меня всегда есть что-то заняться. Мне всегда нужно что-то перебрать, что-то там сделать, что-то рассортировать, приготовить, налепипе, намыть. И это какое-то сумасшедшее. Я не могу остановиться, и это уже, ну, типа, это началось давно. Просто начинает, ну, короче, прогрессировать. Это да, ужас какой-то. Так что, да, буду все это разбирать. Ну, не сейчас. Сейчас мне хотя бы просто закрыть кровать, постелить постельное белье. Все, здесь как бы красиво привести в порядок, ну, помыть пол, потому что здесь пыль, говно, вот это все уже поздно, и присосить нельзя, уже, видите, ноль. Вот так. Вот вам и новый день. Сейчас уже наступит среда. Вот так. Вот на ваших глазах был среда. А чего? Что-то долго он думал. Сейчас еще подумаю, что можно засунуть сюда под кровать, что нам еще пригодится в этой жизни здесь, в Москве. Вот, так что сейчас что-то сделаю, поделаю, покручу, поверчу, фламинго тоже постирать хочу. И к вам вернусь, покажу, что я сделала. Может быть, я уже к тому моменту помоюсь. Мне еще надо в душ сходить, голову помыть, потому что она у меня в лаке сегодня. Я решила сделать себе такое, чуть-чуть залезать. Шторы. Хочу снять шторы, повесить бежевые, но все равно и не сегодня уже. Очень классно. Я могу на самом деле, я уже могу на самом деле взять мусорный мешок, туда аккуратно поскладывать, сюда вытащить рейл и эти мешки как бы подержать на балконе, чтобы я их не видела. Здесь уже будет рейл с какой-то одеждой. И мне будет прикольно. Может, я даже его сюда поставлю, чтобы, знаете, не видеть вот этот мусор. В общем, сейчас пофантазирую. Не знаю, насколько меня хватит, но обязательно покажу, насколько меня хватило именно сегодня. Так что остановимся на вот этом моменте и посмотрим, что я там наворотила. Вот что у нас получилось. Тут было такое, девочки и мальчики. Это просто трэш. Завтра я, конечно, уже таких движух делать не буду. Завтра из движух у меня шторы поменять, вот эти снять, сделать бежевые, которые вон там. Короче, я тут много вещей перебрала. Полы помыла, понятное дело, уже в конце. Тут был просто трэш, просто трэш. Смотрите, ребята, какие классные у нас теперь коврики. Они как будто бы новые после химчистки. Это просто вау, химчистка рулит. О, тут тоже все протерла. Сейчас буду пить чаечек. В душ сходила, голову помыла. На балконе вот что. Вот это все, вот это, кроме вот этих штучек, это Славина. Вот это, вот эти мешки, там одежда. поедет на дачу. Вот это не поедет. Тут всякие штучки для ребенка в Москву. Хотя что-то тоже мы на дачу отвезем. Вот это забыли отдать моей маме сегодня. Мы отдали ей кроватку, которая для дачи другой. Ну, это потом, ладно, что дадим, ничего страшного. Может, кстати, на днях и отдадим. Она еще не уехала. Вот, что, что сказать. Здесь куча вещей в мусорных пакетах, потому что, ну, у меня столько контейнеров нет, да и на самом деле они очень много места занимают. Так проще перевозить, я считаю. Да, выглядит стрёмно, но ничего не поделаешь. Вот это все я потом тоже перемещу, кстати, в пакеты. Я не вижу смысла везти туда контейнеры, туда-сюда. Мне кажется, в пакетах все это проще сделать. Ну, и вот это тоже не повезем. Здесь обувь, которая нам не подошла по размеру сегодня. К сожалению. Вот, так что теперь здесь такая типа мини-гардеробная, но, конечно, такого здесь не будет. У нас тут появится шкаф, и какая-то часть из этих вещей тоже уедет на дачу. Скорее всего, разберется, разгребется, но зато, знаете, от того, что я сейчас вижу какие-то вещи, мне сразу хочется, не знаю, вот этот пинджак надеть, например, вот эту курточку. Блин, все-таки очень важно видеть перед глазами вещи. И, конечно, очень плохая идея их вот так вот хранить на балконе, на рейле, потому что многие из них просто, ну, типа в пыли. Потому что, понятно уж, они висят, открытые, и все. Ну, как бы не сказать, что трэш? Не, ну нормально, все равно нормально, не жесть. Вот, я сейчас сяду и помонтирую чуть-чуть. Для меня это как немножко релакс, даже в какой-то степени. Тут что? Тут я поменяла постельное белье, тоже везде полы помыла. Под кроватью у нас, в принципе, все то, что мы не можем увести. Не могу, ну, не буду сейчас поднимать уже, да и мне тяжело это поднимать. Она у нас какая-то туга, и опускать еще тяжелее. Короче, у нас там коробка для компьютера, мы ее держим дома, потому что иногда там на дачу перевезти компьютер, мы в коробке перевозим, чтобы не повредить все-таки техника дорогая. Вот, тоже все тут от пыли протерло, единственное, что вон там пыль в шкафу, и тут в шкафу огромное количество вещей, которые надо будет тоже мне раскладывать, но у меня сейчас уже все, сил нет, и в шкафу сейчас некий, ну, не беспорядок, все сложно, но просто навалено, как-то сказать, в несколько рядов. Вот так, вот так, все чистенько, свеженько, просто офигенски. Тут я просто помыла полы, тут такой жести движухи не было, вот, ну, и здесь, собственно говоря, тоже помыла. девочка, вот, там какой-то мусор, в маленьком количестве, обычно больше мусора, вот, так что сейчас сяду, кайфовать, чилить, отдыхать. Вот, как вы видите, мы решили отсюда убрать те вот эти пакеты, коробки, для того, чтобы все-таки мне это как-то не портило вид и настроение, пусть лучше будут рейлы с одеждой вот так вот отражаться у меня, ну, типа такая, знаете, это вот прям получилась такая комната, которой у меня никогда не было, которой я мечтала, можно сказать, конечно, в таком более простеньком варианте, но я всегда мечтала, чтобы у меня было такое, типа мой кабинет, тире место, где я крашусь, чтобы там еще вещи, все, короче, красота, чтобы я вся такая девчонка, еще зеркало какое-нибудь сюда классное повесить, ну, типа, знаете, прям клево. Сюда еще коврик какой-нибудь уютненький. Снимаю вам вену, потому что я вам показываю, как очень часто бывает, когда я сижу за компьютером, и уже поздно, вы не поверите, это правда, чистая вода. В какой-то момент она приходит, стоит над душой, шебуршит, урчит, скулит, с намеком, чтобы мама шла в кровать. Вот такой вот у меня этот, блин, я была ребенком, мне мама там не разрешала, что-то говорила, иди спи. Я выросла, теперь собака, мне не разрешает сидеть за компьютером по ночам. Вив, иди в кровать. Сейчас папа пойдет к тебе в кровать. У нас сегодня банный день. Иди. Давай, давай, иди. Я не пойду. Я хочу посидеть за компьютером, блин. Йоксель-моксель. Ну что, сейчас папа выйдет из душа, и ты сразу побежишь. Мне надо, чтобы хоть кто-то с ней сидел в кроватке. Котик, иди в кровать, не жди меня. Иди. Иди, иди. Вам сейчас папа выйдет. Иди скорее в кровать. Жди его в кровати. Вы-то ты уже такая, привет, папа. Давай. Да, да, он сейчас выйдет. Иди. Иди, иди. Да, иди. Не, я не пойду. Сама иди. Я не... Блин, я не пойду. Видела, что ноги спустила вниз? Я не пойду. А тебе вообще-то надо. Биф, ты знаешь толк в том, чтобы отдохнуть. Ладно, может, пойду. Пойди в кровать с тобой? Да? Пойдем в кровать. С другой стороны у меня башка мокрая, мне надо посидеть, чтобы она сама высохла. Не хочу ее сушить. А в кровати она долго будет сохнуть. Я не пойду, сказала. Иди. Иди без меня в кровать. Но я не хочу, Вих. Ты хочешь, чтобы я с тобой пошла? Да. Хочешь, чтобы мы лежали вместе. Чтобы мы обнимались в кроватье. Что за прелесть. Я на фото рюкзану. С тобой пойти в кровать? Да? Пойди маме в кроватку. Пойди маме с тобой? Да? Ну ладно, мой хороший. Я пойду с тобой. Так и будет. Я поиграю в компьютер. Все, пойдем в кровать. Да? Пойдем. Пойдем. Так, ребят. Новый день. И сейчас мы будем пробовать борщ, который вчера привезли. Короче, в этот раз они прям овощи. Ну ладно, три куска мяса. Но, блин, очень мало. Обычно намного больше борща привозят. Не знаю, что. Может, они это... Хотят испортиться, как ресторан. Короче, капец. Сейчас попробуем по вкусу, как будет. Показываю вам что-то интересное. Итак, ребят, сегодня я решила потратить свой день на то, чтобы заняться шторами. И я сделала все, как обычно. Убрала столько же, сколько убирала обычно. Но, видимо, из-за этого материала они оказались длиннее, во-первых. Но это не самая большая проблема. Посмотрите на этот трэш. Что это за юбочка? Короче, я думаю, это из-за этой ленты. Короче, я просто охерела и такая думаю, твою мать, ненавижу. Бесит. Что, типа, вот Илье сдать. Чтобы просто взяли и отрезали. Во-первых, они на полу валяются. Я так не хотела. Я хотела, чтобы они как бы слегка порхали над полом. Не знаю, можно сейчас, конечно, еще раз попробовать. Пусть вдруг получится. И, на самом деле, это просто я пригладила. И если пригладить также с другой стороны, то все будет норм. Может быть, дело не в этом. Просто я подумала, что вот этот след из-за того, что просто там лента. Но, может быть, это из-за того, что просто я пригладила. И дело не в ленте. И если я поглажу с этой стороны, то все будет норм. В общем, сейчас попробуем. Блин, заколебалась я уже с этими шторами. Все равно, конечно, лучше отнести в ателье, чтобы они на полу не валялись. Но меня не так сильно весит то, что они немножко на полу валяются. Все равно, когда они собраны, это не так выглядит. Хотя шторы на полу я не люблю, конечно, чтобы валялись. Все-таки мне хочется, чтобы они немножко порхали. Прошу Славу снять шторы уже в какой-то 150-й раз. Так что снимет он эти шторы. Потом снова их будет вешать. Такова жизнь. Странные шторы. Они мне нравятся, но и не сказать, что идеальные. Ну низ, конечно, это просто. Там еще эта лента, я даже не знаю, как с ней быть. Ну, она как бы отрывается легко, все. Ну, наверное, у них там в ателье есть какие-то способы ее, ну, как-то классно снять эту штуку. Трэш, конечно. Я пыталась это отпарить с этой стороны, но нет, не от этого, это просто, просто вот так. Такой влог. Сегодня среда 29-я, и на этом я закончу этот влог. Завтра будет тяжелый, долгий, но насыщенный день. Завтра мы поедем на площадку, где у нас будет гендер-пати. Смотреть понравится нам нет, об этом тоже буду снимать влог. Приедут наши декораторы, организаторы, ведущий. Там мы проведем какую-то дегустацию, выберем зону, где будет стоять декор, где мы будем узнавать пол. Судим с ведущим тоже всякие штучки, дрючки. Ну, короче, завтра такой прям активный день, еще дорога займет, я думаю, не меньше час-пятнадцать, вот так вот. В общем, как всегда, где-то не рядом с домом. В общем, завтра посмотрим и все решим. Если локация совсем не понравится, и будут какие-то такие, типа, о, нет, типа, того не стоит. Я фотки видела, и по фоткам, как бы, норм. Но я пока не увижу живую, я не могу оценить нормально, понятное дело. И нужно приехать посмотреть. Я не знаю, мне нравятся эти что-ли, нет? Да нет, они мне нравятся. Они нежненькие. Тут все будет бело-бежевое, такого же примерно оттенка мебель какая-то будет. Конечно, было бы, наверное, более стильно, был бы это какой-то более контрастный оттенок. Может быть, какой-то более темно-бежевый. Сегодня к нам приезжали, делали замеры шкафа. Я думаю, что завтра, наверное, посчитают, сколько это может стоить. Я сама не представляю, сколько будет стоить такой шкаф, который мы хотим. Наверное, недешево. Хотя, по сути, он у нас получается в ширину 210 сантиметров. Высоту 200... Вот, 200-400... С чем-то, короче, около 250 у нас с потолки. Как оказалось. Я думала, 240. А они 249, что ли? Ну, короче, что-то такое. И еще нам там люстра мешает. Можно ее, конечно, как-то поменять. В любом случае поменять. Что-то там переделать. Делать более другой свет, точечный. Ну, я не знаю, типа, есть ли в этом смысл. Короче, сначала я хотела без антресоли шкаф, чтобы он был просто вот так вот. Но, как сказать, такие шкафы тоже нормально выглядят. Вот, типа, с антресолью, то, что я говорю. Я делала себе снимки всякие, скрины каких-то шкафчиков. Вот, например. Что-то такое мне нравится. Это, если говорить, с антресолью, вот с этой. То есть, по сути, они вот такие же у нас будут. Вот что-то такое мы заказали, мы хотим. И просто в чем кайф, что если мы делаем такую антресоль, то тогда мы можем не париться по поводу люстры, потому что, ну, короче, можем не париться по поводу люстры. Но, если мы не делаем, то дверца будет открываться в люстре и не сможет до конца открываться. Короче, сложная ситуация. Сложная ситуация, на самом деле. Я пока сама так и ничего не понимаю. Может быть, нам все-таки придется. Может, нам все-таки придется менять освещение там. Короче, вот. Что-то примерно такое будет. Даже, скорее всего, вот прям такое практически и будет. И тут антресоль есть, и это выглядит нормально. Ну, типа, да, без антресоли вот этой разделения наверху было бы больше ощущения, что потолки типа выше, да. Но, по сути, это не так критично. Ну, типа, они не такие стрёмные, они скрытые, они без ручек. Просто без антресоли вот так вот бы это выглядело. Грубо говоря, это просто я какие-то картинки сохраняла. И так, и так норм. Просто не всегда же мы пользуемся этой антресолью, например. Туда что-то запихнул такое, знаете, типа, даже чемодана какого-нибудь. И все, и забыл нахрен его открывать. И постоянно, когда открываешь шкаф, смотреть, что у тебя там на самой верхней полке. Ну, типа, зачем это? Ну, как бы... То есть, это как сказать? Это можно, конечно, сделать. И позволяло бы нам освещение там, ну, что не мешалось бы. То тогда мы, конечно, бы сделали одну дверцу, а не делили бы там. Но не знаю. Короче, это тоже такой момент. Потому что такие вещи нужно продумывать во время ремонта. А у нас, когда шел ремонт здесь, там вообще никакого шкафа не планировалось. Я вообще не помню. Там просто корсина, получается, у нас всю жизнь висит. Сколько я тут живу? С 17 где-то с половиной лет. Кстати, некоторые считают, что я 16 лет живу отдельно от родителей. Но это ложь, клевета. Я живу с 17 где-то с половиной лет одна отдельно от родителей. Это, конечно, все равно до 18, но не 16 же. Короче, и да, и получается все эти года 8 лет. Мне сейчас 25. Ну, 7 с половиной, короче, лет. 7-8 лет я здесь живу. И все это время там, блин, просто тупо висит картина. И да, картина класс, все дела, все понятно. Но вот это межкомнатное пространство, межкомнатный коридор, я не знаю, как его правильно назвать, настолько он дурацкий, в том плане, что он отнимает драгоценное пространство, которое можно заполнить шкафами. Так что да, конечно, такое себе дело. Кстати, я сегодня взвесилась, и итого я набрала 9 килограмм за почти 26 недель беременности. Сегодня получается 25 недель и, по-моему, 2 дня по менструации. Даже 25 недель и 3 дня, да, а через 20 минут будет 25 недель и 4 дня. Ну, короче, плюс у меня же по скринингу получается малыш больше, где-то дней на 5. Ну, я уже об этом рассказывала, и таким образом я как бы могу смело себе прибавлять еще одну недельку, как бы, ну, типа я уже 26 недель беременна, спокойно. Я считаю, что я выгляжу норм. Слава мне сегодня вообще комплимент сделал, такой милый. Сказал, что мне очень идет беременность. Я говорю, что живот будет еще больше. Ну, типа ты не думай. В этих штанах у меня прям такой животик большой вообще. Такой прям пузырек. Такой вот пузырик уже. Но в этих штанах особенно живот выглядит, ну, таким прям большим. Ну вот, и Слава сказал, что мне идет быть беременной. Ну, даже, понятно, это, знаете, такое, типа, ну, конечно, нормально, правильно. Твой муж, что он тебе должен сказать? Ой, тебе не идет. Но просто он так сказал еще, что он даже не думал, что я буду выглядеть так милая. Ну, то, что, не знаю, еще до того, как я забеременела, он как-то не знаю, что он там представлял. Но, видимо, он не представлял это себе чем-то таким прям милым, что я такая буду вообще пуражочек миленький. Кожа у меня стала слегка получше. Но я уже, как-то, знаете, особо не приглядываюсь даже в зеркало. Я особо даже не всматриваю сильно на свою кожу в зеркало. Ну, вот эта часть у меня вообще жесть, вот эта вся. Просто комментирую, потому что мы с вами болтаем. Ну, типа, это как я бы подружку сказала, вот, да дела нормально, прыщала я, конечно, ну, ничего, чего поделать. Но хочу сказать, что кожа реально как будто получше становится. Во-первых, я каждый день пользуюсь масками, я вам рассказывала. Как минимум одной точно, либо утром, либо вечером. И периодически мажу какие-то высыпания баниоцином, мазью моей любимой, которая у меня вообще на донышке осталась. Как же я ее люблю. Вот, и она, конечно, как будто тоже помогает заживлять, скажем так. Я, конечно, расстроена, что с этими шторами так и не решился вопрос сегодня. Знаете, уже меня так бесит, когда что-то так тянется долго. Хочется уже решения всех этих заморочек и уже отпустить эту ситуацию и идти дальше, типа, двигаться дальше по жизни. Время так быстро летит. В начале мая нам должны привезти сюда мебель. И я думаю, как раз-таки шкаф примерно к этому моменту тоже будет готов. Но я на это очень сильно надеюсь, потому что сказали, что недели три точно будут шкаф этот изготавливать. Ну, понятно, на заказ. И это нам еще не сказали, сколько такое чудо будет стоить. Я, честно, не знаю, это, получается, мы узнаем в следующем влоге, если я на этом с вами сегодня прощаюсь. Я надеюсь на сумму не больше 60, наверное. Я не знаю, типа, что за расценки на шкафы, но, типа, не знаю, как будто бы эта цена была бы плюс-минус еще понятной. Сильно дороже не хотелось бы, потому что тот шкаф, который я смотрела в интернете на стороннем сайте, который мне понравился, но непонятно, что там за шкаф и так далее, и так далее. Тут мы обратились к проверенным людям, кто нам уже и кухни делал, и тут в квартире, и у мамы, и на даче, и на другой даче. Ну, короче, и шкафы здесь тоже в этой квартире делали эти же люди. У них там свое производство, все. И как раз к нам вот приезжали. Наш, короче, человек, которого мы уже много лет знаем. Вот, и мы знаем, что качество хорошее, все, мы всем довольны. Ну, вот по ценам пока не знаю, что скажут, но то, что я в интернете находила такой шкаф, который мне нравится, я там считала, все забивала свойства, высота, длина, ширина. И сейчас я понимаю, что это вообще так нельзя, ну, как сказать, мне это и не понравилось. Я поэтому и не стала заказывать в интернете шкаф. Просто так вот по своим каким-то, знаете, замерам. Я, конечно, все замеряла, но я замеряла, когда потолок, ну, высоту, да, у меня получилось 240. А сегодня каким-то специальным прибором замерщик замерил от пола, поставил на пол лазер какой-то. И оказалось 200, короче, 2 метра, 48-49, ну, короче, почти 2,5. И, грубо говоря, если бы я заказала там шкаф на сайте в интернете, у меня бы что, такое пространство какое-то было, я не знаю, сколько летало бы там, пыль бы вообще, представляю, что бы там было. Ну, короче, и это я все к тому, что я не знаю, что там за шкаф был, но по цене там было что-то вообще с какой-то скидкой нереально, что-то типа 40 с чем-то тысяч, я такая, во! Короче, да, не хочется, конечно, какой-то супердорогущий шкаф ставить, сумасшедший, там, не знаю, дизайнерский, учитывая, что мы все равно сейчас будем делать крутой там ремонт в новой квартире, и мне показалось, что это будет немножко странно сюда сейчас тоже огромные бабки вбухивать, но все равно вбухиваем, потому что нам тут, как я и говорила, еще месяца в 9 точно жить. Это я на скидку, но я думаю, что больше, конечно. Так вот, ну, конечно, лучше быстрее, чтобы ремонт закончился, но торопить мы тоже не будем строителей, в том плане, что, понятно, растягиваться на год это не должно, там, или на полтора, на два, но и торопить тоже нехорошо, потому что поспешишь людей, насмешишь, как говорится. С этими шторами, я думаю, эпопея еще не закончилась, и мне с ними еще разбираться и разбираться. Но самое главное, пусть мне их подошьют. В итоге я убирала 35 сантиметров, а надо было 40 убирать. Какая ерунда! В общем, ладно, ребятушки мои хорошенькие, я с вами на этом прощаюсь. Посмотрим уже в следующем влоге, что там будет у нас за красота, надеюсь. Мы, надеюсь, сможем поехать на дачу на днях. Мне нужно каждый день потихоньку что-то собирать, выдумывать, придумывать, что нафиг отвезти на дачу, потом там разбираться, собираться, вот эти вещи тоже посмотреть, подумать, покумекать. Но, опять же, я бы не хотела вот это все прямо на дачу увозить. Какие-то костюмы-то тоже не хотела бы, наверное. Но я отсортирую, я посмотрю костюмы, которые я люблю сильно, которые я буду, ну, представлю, что вот я могу носить там после родов в какое-то ближайшее время, даже осенью, например, я их не буду на дачу увозить. А какие-то увезу, да. Потому что я думаю, мне слишком много супер прям нарядов каких-то, знаете, огромный выбор нарядов не надо. Потому что я не представляю, что я там после того, как рожу, сразу пойду на какие-то классные мероприятия. Хотя не знаю, кто знает. Смотря как вообще буду чувствовать себя, выглядеть, как у меня будут силы, время, возможности, здоровье и так далее, и так далее. Так что не будем загадывать, вообще не хочу ничего загадывать. Просто, просто наслаждаюсь беременностью. И наслаждаюсь тем, что у меня куча сил и возможности реализовать свои какие-то задумки, идеи, планы, не знаю, даже эти сумасшедшие шторы, с ними мучиться тоже у меня есть силы, и это классно. Так что вот, ребятушки, спасибо, что смотрели этот влог. Подписывайтесь на все мои соцсети, ссылку оставила в описании. Всех люблю, целую, обнимаю, будьте счастливы, здоровы, и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok